В Доме Российского Исторического Общества прошло заседание круглого стола, приуроченного к 75-летию начала токийского процесса. Международный военный трибунал для Дальнего Востока открылся в Токио в мае 1946-го и был призван осудить военных японских преступников в годы Второй мировой, совершивших массовые убийства невинных людей. Этот процесс, по словам Сергея Нарышкина, стал вторым Нюрнбергом, но обнажил глубокие противоречия между его главными организаторами СССР и США. Как и при подготовке к Нюрнбергскому процессу, когда Соединенные Штаты привлекли на свою сторону и нескольких нацистских преступников, которые впоследствии работали на Соединенные Штаты Америки. И в этом случае США сделали все возможное, чтобы укрыть от правосудия своевременно присягнувших им руководителей оружейных монополий Японии. Иммунитет от судебного преследования получил даже командир печально известного отряда 731, врач-убийца Сира Исии, передавший американцам свои наработки по созданию бактериологического оружия. В отряде 731 совершали по-настоящему зверские медицинские эксперименты. Пытали пленных. Жертвами стали по разным оценкам от 3 до 10 тысяч человек – китайцев, русских, корейцев. Благодаря покровительству США часть преступников избежала скамьи подсудимых. Нельзя ставить знак равенства между Нерамберским трибуналом, который основывался на паритете стран-союзников, с уставом токийского трибунала, разработанного одними американцами, и предусматривал полную зависимость суда от Цезаря, как его называли, сами японцы и американцы генерала Маккаттуда, который утверждал соответствующие документы и который вообще-то вел весь этот процесс. Еще одной темой, которую обсудили участники «Круглого стола», стал Хабаровский процесс 1949 года. На нем были осуждены 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии. Эти карикатуры художника Вадима Павчинского, хранящиеся в Хабаровском краевом музее имени Градекова, то немногое, что сегодня напоминает о милитаризме и жестокости японских военных. А это уже картина современного художника Павла Илышева, который в скором времени отправится в Японию. Сергей Нарешкин преподнес эту картину в дар бывшему премьер-министру Японии Юкио Хатаяма. На полотне изображен его дед, также бывший премьер-министр, во время его посещения Москвы в 1956 году. Рассказывают, что когда Итира Хатаяма находился в Москве, он посетил Московский государственный университет имени Ломоносова и потом вышел на высокий берег Москва-реки, и его взору предстала столица. И он увидел Москву при ясном солнце, вот до горизонта, и он произносит такие слова. Я цитирую. «Я вижу светлые горизонты отношений между нашими странами». Если вы не возражаете, мой дорогой друг, я бы хотел подарить эту картину вам. Господин Нарышкин, большое спасибо. Для меня это очень дорогой подарок. Я помню ваш визит в Японию в 2015 году. Мне очень приятно, что вы посетили мою резиденцию, участвовали в открытии выставки посвященных российско-японскому отношению. И я считаю, что вы один из тех, кто реально способствует развитию российско-японских отношений. Считаю, что именно благодаря таким усилиям мы можем вывести наши отношения на качественный новый уровень, о чем говорил господин Путин. Культура Японии, интерес которой в нашей стране огромен, и добрососедские отношения между народами России и Японии – та основа, на которой могут строиться двусторонние связи, считают участники конференции. Для нас всегда, и в отношении нацистской Германии, и в отношении милитаристских кругов Японии, мы всегда отделяли народ, культуру, историю Японии от тех частей элиты, в данном случае Японии, которые взяли милитаристский курс. И когда мы сегодня говорим о прошлом, то мы имеем в виду и это тоже. Более подробно причины и последствия японской милитаристской политики во второй половине 20 века, а также значения для мира токийского и хабаровского процессов, будут обсуждаться в сентябре 2021 года в Хабаровске на историческом форуме, который анонсировал Михаил Дегтярев, исполняющий обязанности главы региона. Служба информации, Фонда истории Отечества. Фонда истории Отечества